Привет, с вами Вилсаком, мы в Купертино, там где происходит магия, там где создаются ваши любимые айфоны, айпеды и другая техника Apple. И как вы видите, это визитор центр, рядом с Apple парком, он через дорогу. Сюда можно приехать, посмотреть на него в виртуальной дополненной реальности, купить мерча, купить немножко техники Apple. Короче, все, что мы с вами любим, и сейчас мы с вами это и сделаем. А самое забавное, что этот ролик мы снимаем на iPhone 10, ну потому что, как еще, как еще, поехали. Мы используем рик, очень простой, буквально с Алиэкспресс заказанная, пластиковая рамка, двумя руками, чтобы держать, немножко компенсировать шаги и прочие радости. Да? А, thank you. Первый заслон мы прошли, по крайней мере, на основе развернули. С виду это очень похоже на обычный Apple Store, потому что все телефоны, гаджеты выставлены как есть, но мы пойдем вон к той стене замечательной, вон та стена нас интересует в большей степени, потому что там есть Apple Park Merch, а это же самый вообще кайф, потому что он продается только здесь. Раньше был Company Store, около основного кампуса, теперь стал Apple Park. Соответственно, можно пойти и купить себе маечку, можно пойти купить себе ремешки всякие классные, вот эти вот эксклюзивные. Берешь, подходишь, пожалуйста, выбирай, хочешь такой, хочешь другой. Вот это клево, вот это клево. Все это упаковано в специальной коробочке, как реально продукты Apple. Продается это только здесь. 20 долларов стоят вот такие Apple Logo Rainbow ползунки для ваших детей. Есть сумочки, водонепроницаемые, практически как айфоны. Вот так вот берешь ее, и она вся из себя такая, ту-думс. Можно носить в ней все, что угодно. Кайфовая. Apple Park California с адресом, все. Кстати, очень приятная на ощупь, вы знаете, она фиг знает еще сделана. Я думаю, супер технологичная, но на самом деле все вещи очень технологичные. Вот это прикольно. Карточки, давай посмотрим. Я специально спрашивал у продавцов, что за прикол, что за карточки. Оказалось, их делают в Вегасе, как настоящие игральные карты. Это memory, то есть мы переворачиваем. И дальше вы должны угадать две одинаковых. То есть вы такие, типа, переворачиваем эту, переворачиваем эту. Не угадали. Ага, вот это. Две угадал, получил айфон в подарок. Вот так это работает. Их тут достаточно много. Мы уже купили, стоит такая 10 баксов штучка. 10 баксов. Посмотрите на эту кепочку. Она такая же технологичная, как айфон. Во-первых, логотип Apple, конечно же. Нет пимки сверху. Ты понимаешь, пимки нет. Специальный размер вот здесь вот за резинкой. Ты можешь приклеить все это. Поменять свой размер. И у тебя супер технологичная Apple кепка. Черная, серая, белая, которая тебе больше нравится. А? Вот это клево. Карточки. Их три набора. Есть сет 1, 2, 3. Они все разные. И это специальные карточки, на которых ты можешь написать послание своему какому-нибудь бойфренду. Я хочу вот такие часы. Что ты мне их никак не купишь? Есть, конечно же, коллектаблс, типа вот такие вот красивые. С пауэрбуками, со прочими интересными штуками. Таких я, конечно же, тоже взял. И мы их разыграем просто как скотины. Друзья, мои замечательные маечки. Опять же, упакованы просто в лучших традициях. T-Shot. Size M. 100% коттон. А? Все. Мы таких тоже взяли. Мы купили вам всякого мерча на 1600 долларов. И как только приедем в Москву, сделаем отдельный ролик. Он будет называться что-нибудь типа подарки от Тима Кухой. Разыграем вот это все. Я взял всяких цветов, ну, более-менее нам понятных. Типа голубенький, беленький, черненький. Потому что я не уверен, что вы хотите вот такую майку. Они есть двух, в общем-то, исполнений. Есть с логотипом Apple, а есть с Apple Park вот с этим кружочком. Но, конечно, с логотипом Apple они более приятные. И в отличие от того, что было раньше, раньше они были прям отвратительно китайские. А теперь смотрите, не написано. То есть, конечно, Made in China. Здесь у нас Калифорния, Apple Park, все. Но логотипчик Apple есть, понимаешь? Ты можешь даже ее не носить, ты можешь ее повесить куда-нибудь себе на стену и радоваться, что у тебя есть такая майка. Стоит, кстати, такая радость? 40 баксов на секундочку. Здравствуй, еще раз. Мы с тобой виделись в Ёрке, когда в Ёрке летели. О, яблочки. О, подождите, на фоне кампуса. Да, да, чтобы было. Да, спасибо, спасибо, очень приятно. Рад был виден. Счастливо, спасибо. Все варианты часов можно посмотреть, конечно, выбрать то, что нравится. Все в наличии варианты. Это очень приятно, потому что часто в Apple Store приходишь, бац, ничего нет. А тут у тебя все варианты ремешков вообще, какие хочешь. Я даже Эрмесси подрезал. Пойдем, покажу. К сожалению, Apple не делает вот такой вот классный дабл-тур в мужском 42-миллиметровом размере. Есть только сингл. Но зато, зато, вот тут вот эта вся фигня стоит 480, это дорого. Да что ж такое, все не то. Вот, я взял за 339 баксов ты берешь себе ремешочек. И знаете, самое приятное-то в чем? Самое приятное то, что есть абсолютно все цвета, все размеры, все, что вообще производит компания, здесь есть. Потому что часто бывает, приезжаешь в Apple Store, цвета нет, размера нет. Обидно. А тут все есть, пожалуйста, приносит в лучшем виде. Ну, потому что им метнуться за угол, купить, взять со склада. Там у Тима Кука говорит, да, Тим, выдай нам, пожалуйста. Бац, все готово. Даже книжка Джонни Айва здесь смотрится как-то совсем иначе. Она, конечно, очень крутая. Я уже подзабыл, когда ее листал. Посмотрите, какие здесь фоточки офигевшие, какие продукты замечательные. Вот тебе iPhone оригинальный. Причем мне нравится, что он здесь есть в нескольких апостасях. То есть и с батарейкой разобранный так, разобранный сяк, непосредственно старый. Вот так убивается iPhone оригинальный. И многое-многое другое. Как это было сделано. Офигенная книга. Если вы коллекционер, я рекомендую такую надыбать. Инструменты, с помощью которых производятся вот эти все перетурбации с алюминием и прочее-прочее. Офигенный просто коллекционный подарок. Эта книга настоящий праздник. И знаете, мне что больше всего нравится? Открываешь, да, вот сразу понимаешь, что это Apple. Белые листы. Белые листы. Design by Apple in California. Дальше вот это самое классное. Посвящается Стиву Джобсу. Никаких надписей. Просто посвящается Стиву Джобсу. Я думаю, он бы одобрил. И здесь немножко слов от Джонни Айва. И полетели. И красота. Здесь у нас оглавление. И вот они, вот они продукты. Все замечательные. Ай, хорошо. Она есть в двух размерах, кстати. Маленький и большой, какой вам больше нравится. Смотрите, как классно сделано. iMac Pro 5000 баксов. Ты подходишь, бац, сравни. Эту модельку, например, хочу сравнить с обычным iMac'ом. Самым дорогим вот этим вот. И вот этот вот, да. Опа. И сразу у меня вся информация. Сколько гигагерц, сколько гигабайт памяти. И сразу чувствуется разница, да, между самым дорогим обычным iMac 5K и iMac Pro. Потому что и процессор, и память, и все остальное намного-намного более нарядное. Ну и, конечно, Space Gray цвет. Все тут в Apple Store такие, да, и Mac очень сексуальный. Обратите внимание, вот это секс, вот это не секс. Совершенно офигенная стена с чехлами. И ты сначала такой, так, ну чехлы я вижу, а где их взять-то? А оказывается, знаешь, как это делается? Вот так вот выезжает. Достаешь, что надо, и полетел. Все. А здесь они висят. Все убитые, как, 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 как завещали. Все, короче, гашены. Ты можешь снять, на свой iPhone примерить. То есть такой, этот мне цвет не нравится, хочу вот такой. И вот видно, кожа вся убитая. Вот этот силикон, он достаточно прочный. И все, ты себе выбрал цвета, какие нравятся. Пошел, купил. Очень простая, но крутая история. То есть даже из чехлов они сделали какой-то арт-объект перформанс. Потому что, вау, я, конечно, взял себе вот этот цвет детской неожиданности обязательно. Я себе взял вот такой вот непонятный зеленый морской блевотной волны. Но потому что, как еще? Красный у меня уже есть, Product Red обязательно. Меня смутило, что очень мало вот здесь вот чехольчиков почему-то. То есть здесь больше цветов должно быть. Есть силиконовые, но только леда. И я, конечно же, не смог удержаться. Взял себе Product Red красненький на iPad Pro 10,5 дюймов. Почему бы и нет, да? Вполне себе симпатичный. Но вообще тут угорают по вот таким вот чехлам для Apple Pencil'а за 29 долларов. За эти деньги можно купить три Android-планшета. Чтобы вы, так сказать, поверили, что мы снимаем все действительно на iPhone. Вот так это выглядит. Дядя Женя с ригом. Он достаточно дешевый. Сколько он стоил? Долларов 30? 800 рублей. 800 рублей он стоит. Вот вы покупаете такую шляпу, ходите и снимаете, и оцените качество непосредственно уже в ролике. Вот эта зона, это так называемый AR. Здесь можно подрезать себе. Во-первых, вот этот стол, он кажется очень лайтовым. Знаете, сколько он весит? Напишите в комментариях прямо сейчас, вот этот стол из цельного куска алюминия, сколько он может весить. Давайте, ваши догадки в комментариях. Я вам могу сказать, что много. Он реально кажется очень лайтовым, но то есть там такие, смотри, вот сними там, какие очень простенькие у него ножички. Вот этот кусок алюминия, казалось бы, да? Он весит 4, мать его, тонны. 4 тонны весит вот этот алюминиевый стол. А нам сейчас могут выдать специальные iPad'ы, и мы здесь намутим AR Experience, потому что так это выглядит как просто макет. Но это же Apple, они не могли сделать просто макет. Должно быть нарядно, красиво. Собственно, как вы знаете, в iOS 11 есть AR-кит дополненной реальности, и я сейчас на этот стол свечу с помощью iPad'а. И мы с вами видим дополненную реальность, ездят машинки. Именно поэтому он, кстати, в такую клеточку расчерчен. Смотрите, что происходит. Мы можем с вами управлять временем, да? День, ночь. День, ночь. Ааа, вообще круто. Смотри, какой кайф. Смотри, а вот сюда-сюда смотри. Main building. День, ночь. Офигеть, ты посмотри, какое качество. Насколько круто использовать, даже смотри, даже закат. Насколько заморочились, да? Слушай, кайфово, как использовать iPad вот для такой инсталляции. Представляешь, как кайфово показывать, допустим, архитектурное сооружение подобным образом. Макет реально оживает. Ты его снимаешь, и все, соответственно, привязано к ландшафту. То есть, вот он из здания. А теперь смотрите, что можно сделать. Если вам это кажется оп, то вы поднимаете, и так, оно падает обратно. И тут у нас рабочие места. Все, что происходит там в Apple Park. И поехали поближе посмотрим. О, на ней работнички ходят. Люди, смотри, люди ходят. А давай ночь. Оп. Оп день. Люди бегают. А, давай посмотрим, здесь еще какие-то есть варианты. Cool Air. Что это такое? Вау. Потоки воздуха проходят через Apple Park. Посмотри, дует ветер. А, это вот как раз солнечные панели, смотри. Вот так они поглощают солнечный свет. Твою мать. И питают ядро. Смотри, ядро. А там, знаешь, что происходит? Там строят SkyNet. Там Apple делает SkyNet, чтобы захватить всех нахрен. Вообще бомбически. Мы с вами посмотрели основное здание. Давайте посмотрим еще построечки всякие. Тут можно открыть? Вообще все можно открыть, смотри. Тадамс. Закрываем. А пойдем театр Стива Джобса найдем. Парковочка. Вон машинки стоят. Машинки двигать нельзя. Вон он театр. Театр Стива Джобса. И вот он как находится под землей, смотри. Видал фокус-покус, да? Чпок. Закрыли театр Стива Джобса. Чпок. Открыли театр. Офигенно. А вот здесь мы с вами, друзья, смотрите. Оп. И вот он макет. Пойдем, пойдем. Смотри, какой сотый уровень. Вот макет. Мы с вами смотрим, как мы смотрим макет. Чпок закрыл крышу. Знаешь, такой, не подглядывай, короче. Тени, понимаешь? Смотри, все вообще продумано. Все работает на iPad-иках. Охренительно просто. Fitness and Wellness Center. Смотри, смотри. Здесь у нас происходит, значит, игра в баскетбол. Здесь у нас теннис. А здесь у нас что происходит? Опа. Полетели. Народ на велодорожках фигачит, штангу тягает. Занимается йогой, смотри. Вон, смотри, бежит Тим Кук на велодорожке бежит. Смотри, видишь Тима Кука на дорожке? А он там есть. Вот здесь происходит, собственно, занятие спортом. Вообще чума. Выглядит офигительно. Вот такой вот себе кампус Apple отгрохал. Обратите внимание, как забрендирован iPad. Нет яблочко вообще. Есть парк. И, соответственно, я кайфанул. Ставьте лайк, если вы тоже кайфанули. А мы пойдем на второй этаж. Там тоже нас ждет что-то интересное. Вообще есть лифт. Но мы не ищем легких путей. Пошли по лесенке. Потому что она тоже вся из себя непростая. Вообще здание, конечно, потрясает. И дизайном, и в целом архитектурными решениями. Все такое прямо классное, стеклянное. Блин, тут что-то много пролетов. Жень, походу, мы зря так сделали. А вон он Apple Park-то воплотит. Тут можно посидеть и посмотреть. Офигенно. Roof Deck называется. Вон он, как живой. Офигенно. Пойду кофейку тяпну в Apple Park. Внизу туалет. Давайте посетим Apple Tualet. Вы когда-нибудь были? Самое, что не есть, православный Apple Tualet. Пойдем. Тайные секреты Apple. Можно сказать, что именно здесь создается iPhone X и прочие продукты. Мы спускаемся в святая святых. Смеялись, смеялись. А вода, которая используется здесь для мытья рук и, собственно, сомыва, она ресайклинг во все стороны. То есть ни одна капелька не уходит мимо. Все возвращается обратно, очищается и так далее. Можно пить практически из писсуара. Это как фонтанчик. Конечно же, в Apple визитер-центре менюшка тупо на iPad'ах. Причем iPad с LTE Cellular, да? Погнали. Кофе, other drinks и прочее-прочее. Это американская штука. Мы напишем на вашем стаканчике имя, а вы пока подождите. Да, и подождем. Странно, что здесь нету хаус-фуд какой-нибудь. Почему? Тим Куд, собственно, топор бегает, как мы видели, на дорожке. В своем парке продает, значит, шоколад. Давайте пообщаемся со случайными посетителями Apple визитер-центра. Вот мужчина сидит. Добрый день. Здравствуйте. Вы говорите по-русски? Да. Я смотрю, что у вас какой-то странный аппарат. Это Windows-конвертинг. Можно пробовать? Да. Хорошо. Пустыд, вон мы с тобой пойдем. Вот столько всякого мерча мы для вас подрезали. А в сумме на 1600 долларов. Это, конечно, овер до хрена. Здесь и сумочки, и маечки, и все самое классное. Роличек с этой всей радостью совсем скоро. Мы не будем разыгрывать все сразу, а растянем это на время. Но вам понравится. Такого вы не купите нигде. Разве что на eBay каком-нибудь. Но это не то. Мы с вами из самого Apple-центра, из самого, собственно, ядра Apple-а выдрали все это. И разыграем для вас. Вот на этих черных автобусах привезли деликацию китайцев, корейцев. Не знаю, из какого-нибудь или нового Самсунга. Они, конечно, такие дружные компании пошли изучать, как вы думаете. А вот так. Значит, смешно. Но на самом деле это какие-то туристы, хочется верить. Но промышленный шпионаж, вы даже не представляете, на каком уровне сегодня. Я просто не представляю, что происходит. Джонни Айф еще не придумал следующий iPhone, а китайцы его уже скопировали и сделали первым. Насколько крутой лифт у Apple? Давайте зацениваем. Так, и нам нужно на R, наверное, да? R это переводится как крыша. Наверное, не самый крутой визитор-центр, я вам так скажу. Потому что у Microsoft очень крутой. У Google я не был, но верю, что тоже не стыдный. Но Apple всегда была достаточно закрытой компанией. Они не посещают мероприятия, там типа CES в того же Вегасе. Они проводят свои всякие презентации. И тот факт, что они теперь открыли вот такое вот место, куда можно прийти, дернуть кофейку, купить немножко мерча, посмотреть Apple Park через AR. Это очень круто. Так что TeamBook прям молодец. А мы с вами... Ой, хорошо-то как! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и... Ну, собственно, мы все сняли на iPhone X, как мы хотели. Вы единственное можете спросить, а почему не в 4K 60 FPS? Потому что мы забыли включить этот настрой. Черт возьми. 1850, 30 кадров. Снимали, но ничего, бывает. Ну, мне понравилось. Пишите, что вы думаете. И до новых встреч. Пока.